на море штиль на рынке стиль так всех привет вы на канале крипто коммонс и нас уже с вами практически 44 тысячи ребята это очень радует но что еще хочется отметить что на самом деле если вы наберете вот тут вот сверху youtube ком слэш крипто коммонс то вы попадете совершенно на другой канал и это наш канал крипто коммонс 2 0 ребята на который почему-то все еще до сих пор подписаны нас меньше половины поэтому давайте-ка исправим ошибку прямо сейчас поставьте на паузу это видео крутите в описании подписывайтесь обязательно здесь переводы зарубежной аналитики каждый день специально для вас спасибо серфи что он это все переводит ну погнали будем смотреть что у нас происходит скрипто рынком я начну неординарно даже не с дэша ребят я начну с шиба никакого фундаментала естественно шиба кой это мусор надо это понимать с вами ребят это мем монета запущенная в ответ на доги койн у которой просто триллиардное извиняюсь количество монет в обращении и капитализация при этом вот всего три миллиарда ну короче говоря я понимаю прекрасно что это конченая скамина но не хочу никого обидеть кстати но это так и есть просто но даже по сравнению с доги койном она все еще на низах да мы с вами разбирали не так давно доги конь что он все еще на хаях вот поэтому чисто технически я стараюсь торговать только технический анализ как бы не подмешивать фундаментал то шиба сейчас пробивает вот важный уровень сопротивления в тысячу сатоши и если она а это не сатоши пардон это выглядит как тысячу микро микро центов короче если она его пробьет то чисто спекулятивно на новостях о том что ее сейчас листят на coinbase я думаю можем увидеть неплохую ракетку по шибе я лично прикупил чуть-чуть шиба не на всю котлетку конечно так на сдачу скорее но тем не менее вот мы видим новость что шиба залистина на бирже coinbase и это конечно подтолкнет ее если даже в краткосроке могут дать дамп я думаю что в целом порастет немножко эта монета но они финансовый совет дисклеймер ребята только на малую-малую часть портфеля то есть я зашел в шибу меньше чем на пол процента мне кажется от своего банка вот а так что можно сказать в принципе как вот я сказал уже в интро биткоин море флетит на биткоин тоже флетит вот поэтому ну как флетит помните я давно еще вам говорил если кто меня смотрит уже несколько месяцев я так понимаю многие из вас меня смотрят уже больше чем несколько месяцев я говорил вам о том что биткоин будет зажат вот в этом флете и кстати спасибо деду крипто деду это его была теория когда мы начали сыпаться о том что мы будем зажаты в этом боковике флет такой себе флетик как бы для кого-то это много плюс-минус 30 тысяч долларов но на самом деле это флет и биткоин вот у нас ходит в пока все еще в этом коридоре как как не крути и по логике вещей он конечно будет идти в этом коридоре по направлению вверх потому что мы видим да здесь скажем так некую такую трендовую и да вот возможно что мы сейчас формируем вот этот треугольник из которого пробиваемся наверх но то что я здесь рисую это слишком долго потому что смотрите пробитие наверх в январе это долго мы же знаем что это крипто поэтому возможно что даже все это движение сейчас который он есть она у нас происходит ниже этого треугольника и вот он здесь и пробиться он должен наверх как можно быстрее поэтому мы же с вами нам не терпится туза муна поэтому может быть и вот такой сценарий так что будьте начеку даже видите что происходит с альтами атом держится очень уверенно но мы его смотрели ничего нового по нему добавить не могу здесь по любому будет какой-то откатик может быть позже но в целом это наверх поэтому рассчитывая риски можно лонговать bitcoin кэш не смотрели уже пару выпусков что тут можно сказать тоже мне нечего добавить мой долгосрочный взгляд на вещи сохраняется ребята это ракета только-только прогревается и несмотря на то что там можно относиться по-разному к этой монете что это скам там аппендикс биткоина я не знаю там мертвый брат биткоина тем не менее ребят никакой он не мертвый вот он абсолютно живой и также не забывайте что paypal добавили его в свои сервисы и майнеры в первую очередь если майнит не bitcoin то тут же перекидываться на bitcoin кэш кто майнит на этом ша 256 алгоритме и в общем монет это на самом деле много где поддерживается во всех кошельках во все на всех биржах и на всех сервисах онлайн оплаты крипто и так что bitcoin кэш это один из топовых альткоинов чтобы понимали чаще всего видим принятие биткоина эфира и лайткоина bitcoin кэша в некоторых случаях еще рипла и дэша допустим и это реально это не мои хотелки это так и есть мы нигде не видим прием платежей в шиба и ну извините меня в кардана даже в атоме даже том же и в троне и в чем угодно очень редко мы это видим без обид как бы в солане уж тем более поэтому есть топовые старые альткоины которые действительно у которых уже случилось массовое принятие их приняли реально как вот рабочие криптовалюты так что вот с этой точки зрения bitcoin кэш все еще на дне к биткоину тоже он очень на днище просто на днище и зарисует заходную w сейчас очень хорошим вариантом пойти выше вот как мы рисовали ничего не поменялось все тот же план хочу напомнить что турнир на байбите заканчивается уже вот-вот-вот буквально он скорее всего закончится когда вы смотрите это видео потому что осталось меньше трех часов и наша команда в общем на тридцать шестом месте пятая в регионе вот профит 80 процентов аккумулятивный что можно сказать ребят ну молодцы все конечно не знаю не уверен что нам дадут какие-то большие призы и вообще что счета дадут но вот на первом месте видите какие гемблер азиатские там по 2000 процентов там по 367 но мы тоже молодцы что так круто перли можем наверное посмотреть я никого не призываю прямо сейчас брать сотые плечи ну вот карл на пятнадцатом месте команда вот наша команда 36 место почетно чем можно сказать мы обогнали даже мм крипта так что ребят респект вам возможно что нам перепадут какие-то призочки но это не точно кто знает напишите в комментариях кто читал правило я что-то читал читал так не нашел раньше давали призы там даже сотом каким-то командам плюс по индивидуальному профиту но в общем это очень приятно вот что могу сказать и байбет офигенная биржа большой им респект как всегда на уровне и то что они добавляют кучу торговых пар сейчас и на споте и в usdt марже это очень очень радует очень радует ну вот кто не видел мой урок по этой бирже как на ней торговать обязательно его гляньте по монетам давайте еще пробежимся потому что я знаю что вам это интересно эфирчик давно мы не смотрели эфирчик выглядит на самом деле мега побычи и вот мы тут эту коррекцию обводили с вами я не помню уже зачем но видимо за тем что это заходной вот мы отбились от сетки м и риббон это заходной но на дневном таймфрейме мы также в бычьем тренде можем провалиться под сетку м и риббон как мы уже здесь видели да и это будет медвежий тренд но кстати очень хороший знак смотрите вот был бычий тренд вот у эфира была реально лопающаяся вершина в отличие от битка это было похоже на начало медвежьего рынка дальше мы развернулись под сетку все начали думать что это медвежий рынок зашортили и дальше мы что видим об мы снова над сеткой снова тренд бычий поэтому нам очень важно видеть сейчас ребята что мы не опускаемся ниже сетки мы максимум вот так вот делаем как здесь и продолжаем пилить наверх переписывать максимум то есть смотрите для быков нам сейчас реально нужно переписать all-time high по эфиру а это на минуточку четыре с половиной тысячи долларов и улететь выше и это вполне себе то что может сделать сейчас эфир понимаете это грубо говоря вот как было здесь на самом деле только здесь у нас было чуть меньшая коррекция ну и чуть меньше импульс и вот здесь у нас была подобная тоже ситуация смотрите мы уходили под сетку да и потом возвращались и переписывали хай поэтому сейчас если эфир возвращается и переписывать хай это очень бычий знак эфир летит куда-нибудь на ну 7000 баксов консервативно эфир btc та же самая картина посмотрите идем переписывать хайк биткоину никто не верил помните даже в не тушу в то что all-time high какая-то монета перепишет к биткоину но я молчу про догикой но посмотрите эфир уверенно движется к этой цели в эфире вот есть сопротивление историческое правда биткоин уже десять раз стоит начал по-другому но все равно как бы кто любит уровне вот вам уровня по эфиру пожалуйста это 8 миллионов 500 сатоши 11 миллионов сатоши и 14 миллионов сатоши грубо говоря это all time high не считая этого выпада ну короче 15 миллионов сатоши как бы кто спрашивает сколько это в долларах вы поймите что бессмысленно считать потому что биткоин так курс биткоина тоже меняется и это сегодня в долларах одно значение через час уже другое через три часа 3 поэтому к биткоину это другая ситуация к биткоину торгуете делайте больше биткоина не нравится торгуйте к доллару делайте больше доллара только еще раз вам напоминаю что смысл делать больше доллара в долгую в моменте да может быть чтоб скупить поесть сходить но в долгую посмотрите смысл делать больше доллара если вы на этот же доллар купите потом меньше биткоина со временем вот вы сделали 10 тысяч долларов вот здесь вы могли за них купить один биткоин а теперь пока вы сидите в тезере вы уже можете купить за них всего 0,2 биткоина. Понимаете? А тут вы бы могли за них купить 50 биткоинов. Понимаете разницу? Улавливаете. Поэтому, конечно же, имеет смысл в долгу делать биткоины, а не доллары. Вот о чем я вам все время говорю. Плюс вы за эти 10 тысяч долларов также можете купить уже и меньше и хуже машину, и меньше квадратных метров квартиру. Понимаете? И так далее. И скоро и золото тоже купите меньше. Поэтому вот, биткоин у нас движется в канале. И по идее, пик этого рынка будет, когда мы выйдем из этого канала наверх. Смотрите, вот я только что импровизационно начертил канал, по выходу из которого у нас все время случается пик. Кстати, на заметочку вам такой канальчик. Вот. Это все ладно. Давайте еще глянем пару монет. И я еще хочу вот что напомнить, что мои друзья из Алтая, ссылочка в описании, открыли NFT Handmade Magas. Делают просто сумасшедшие такие вот штуки. Как на обложке выдели монету Dash, они мне подарили просто сумасшедшую монету. Очень красивую. И вы можете заказать у них и биткоин и эфириум, и дэш, и что хотите. Всякие вот такие штучки. Очень красивые картины, иконы. Ребята просто замечательные. На OpenSea у них магаз. Обязательно перейдите по ссылке из описания. Ребята, колясочники. Кто рисует, кто чем может. Вот кто-то ртом рисует, кто-то ногой вообще. Представляете себе? Какой разрывняк и крышеснос. Поэтому хотите поддержать ребят, даже если вы не собираетесь покупать, просто перейдите по ссылке, хотя бы лайки поставьте их и нафтишкам. Для этого нужно, конечно, зайти в свой метамаск, не полениться. И после этого можно ставить лайки, начинать. Давайте хотя бы вместе поддержим лайками, ребят, потому что смотрите, какие красивые штуки. Ребят, если вы смотрите, я вас тоже хочу поддержать. Москва не сразу строилась. У меня на канале тоже сначала было два подписчика, потом там тысячу, и лайки тоже не сразу приходили. Так что все окей, делайте свое дело, продолжайте, и будь что будет. Вот, ссылочка на магазин в описании, друзья. Ну, а мы с вами что еще можем глянуть? Полка Дот. Слишком маленькая для меня история на недельном таймфрейме по графику, но, тем не менее, мы видим растущий тренд, и я думаю, что еще не поздно впрыгивать в полка Дот. Я, конечно, вот здесь свою позицию нарастил и вам говорил, но и даже сейчас как бы, ну, если вас не испугает вот такой откатик, то, в принципе, как инвестор вы можете заходить. Вам важно понимать, что вы на споте, вы инвестор, или вы марджин трейдер, спекулянт там на фьючер с большим плечом. Если вы на фьючер с большим плечом, я вообще вам не берусь давать советы, я не скальпер. Никто наверняка не знает, через 15 минут пойдет вниз или вверх график, потому что смотрите, какие штуки бывают. Вот такие, понимаете? А бывают после этого вот такие. И спекулянты, я могу вам сказать, что делали. Они вот здесь вот покупали на пробой, вот здесь их ликвиднуло, а здесь другие спекулянты шортили на пробой, и их вот здесь вот ликвиднуло. В итоге, что мы видим? Цена вернулась туда же, где она была, а ликвиднуло и тех, и других. Понимаете? Я столько раз это видел, что тут только Пелевинской цитатой можно это закончить. Этот же график делает тебя философом. На нем видно, как относительно и зыбко все то, на что мы полагаемся, как забывчив наш ум и волатильность сердца. Когда из-за атаки шортселлеров золото падает за один день с 1135 до 1080 долларов за унцию, это кажется чуть ли не падением Берлина. Зато всего через месяц, когда оно уже так быстро поднимается с 1045 до 1080, тот же рубеж представляется почти победой под Курском. И эти два диаметрально противоположных чувства, вызванных одной и той же цифрой, одной и той же цифрой, ребята, совершенно искренне и заполняют душу целиком, хоть разделяет их всего 30 дней. Виктор Олегович Пелевин. Крайняя битва чекистов с масонами. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам нравится криптоконтент. Подписывайтесь к нам в Телегу. Торгуйте аккуратно. Помните, что золото есть на бирже Femex. По нашей ссылке из описания, опять же, на ней можете зарегистрироваться. Я расставил ведра вот по золоту такие, но у меня набрана позиция, как бы вот я ее усредняю еще ниже. Потому что золото, в отличие от крипты, тут практически гарантия, что оно сильно далеко не улетит, потому что это реальный актив. Вот тут хорошая точка входа была, вот эта вот в районе 1700. И золото, короче, это байды дип, я так считаю. Поэтому на Femex я расставил ведра. Единственное, я хочу предостеречь очень дорогой фандинг. Вот я нахожусь в позиции уже пару недель. Фандинг, ну, достаточно дорогой. То есть я могу это пересидеть, но кому-то может будет не очень кайфово. Так что читайте спецификации контрактов, смотрите, какой фандинг. Вот. И, ну, я просто в большом плече сижу, в золоте в шестом плече. Для меня это достаточно большое. Как вариант. Ну и битком, конечно же, тоже здесь можно торговать, ребята. Не забывайте об этом. Также прекрасная, офигенная биржа. Все драгон дропается, все настраивается, как вам удобно. Вот. Но у меня на сегодня все для вас. Извиняюсь, что заплевывал микрофон. Я только что понял, что он перегружает. Звук был местами, наверное, резкий. Дико за это прошу прощения. Обещаю пофиксить и справиться в следующий раз. Всем профитроли, хорошего настроения. И скоро увидимся. Пока.